здравствуйте ребята сегодня мы будем изучать с вами оболочку земли биосфера и распространение жизни на земле сегодня на уроке вы узнаете о зарождении жизни на земле о границах распространения организмов о роли биосферы в жизни планеты и о влиянии человека на биосферу жизнь на земле появилась не сразу большую часть времени своего существования земля оставалась безжизненной первые существа появившиеся в океане были одноклеточными организмами зародившись в океане жизнь спустя сотни миллионов лет вышла на сушу приспосабливаясь к новой среде обитания животные и растения распространились по всей земле организма встречаются не только на суше и в воде они есть в атмосфере и даже в толще горных пород таким образом организмы есть во всех изученных нами оболочках термин биосферы был предложен австрийским геологом и палеонтологом эдуардом зюсом 1875 году учение о биосфере как об одной из оболочек земли создал великий ученый владимир иванович вернадский именно он доказал что биосфера это единая и сплошная оболочка которая связана всеобщими круговоротами веществ и энергии подобно тому каким воды гидросферы связаны круговоротом воды давайте запомним биосфера это оболочка земли заселенная преобразованная живыми организмами она охватывает верхнюю часть литосферы нижнюю часть атмосферы и всю гидросферу какие же условия влияют на существование организма и распространение жизни на земле на условия существования организма влияют свет тепло и влага основываясь на данные условия существования организма можно сделать вывод что наиболее благоприятные условия на земле в областях расположенных ближе к экватору все организмы обитающие на нашей планете можно разделить на четыре царства это царство растений царство животных царство грибов и царство бактерий наибольшая концентрация живых организмов с биосфере наблюдается у границ соприкосновения атмосферы и литосферы гидросферы и атмосферы гидросферы и литосферы таким образом верхняя граница атмосферы проходит на высоте 15-20 километров она определяется озоновым слоем а нижняя уходит где-то на 3-4 километра под поверхностью почвы а гидросфера полностью заселена организмами животные растения встречаются в районах самыми различными климатическими условиями если взвесить все живое вещество на планете она составит около двух триллионов тонн это огромная величина но она ничтожно мало по сравнению с массой земной коры всего лишь одна сто тысячная доля каждый год живое существо биосферы воспроизводит около 250 миллиардов тонн биологической продукции однако сила биосферы не в ее массе а в ее огромном разнообразии масса живого вещества растений на суше приблизительно в тысячу раз больше массы животных но видовой состав животных значительно больше что еще следует отметить что большую часть в океане образуют животные и всего лишь 6 процентов приходится на растения это водоросли на суше же наоборот 90 процентов биомассы составляют растения и всего лишь 8 процентов животные значение биосферы для человека очень огромно животные растения дают человеку пищу строительные материалы волокна необходимые для изготовления ткани наконец именно растения производит кислород дело атмосферный воздух пригодным для дыхания и еще именно растения и животные представляют собой главное украшение нашей планеты обеспечивая огромное разнообразие природных пейзажей давайте запомним биосфера играет важную роль в жизни человека нашей планеты в то же время она имеет очень небольшие объемы поэтому очень важно охрана биосферы от разрушения защищать природу необходимо разнообразие организмов на нашей планете постепенно сокращается ежегодно исчезают многие десятки видов организма виновником этого является человек виды исчезают не только потому что человек истребляет в результате активной охоты в последнее время хозяйственная деятельность человека привела к добыче полезных ископаемых строительства дорог работа промышленных предприятий жизнь городов распашка полей охватывает всю большую часть поверхности планеты для диких животных и растений просто не остается места необходимо срочные меры по охране природы земли большую роль в охране природы играют заповедники на территории которых запрещена какая-либо деятельность человека да и само присутствие человека либо запрещены либо находится под контролем также важную роль сохранение исчезающих видов животных и растений играют заказники национальной парке и даже зоопарки в 1966 году появились первые тома международной красной книги в которой собраны сведения о всех животных и растениях находящихся под угрозой исчезновения исчезающими считаются виды растений животных численность которых быстро сокращается позже в некоторых странах были созданы национальные красные книги посвящены исчезающим видам животных и растениям этих стран существует такая книга и в нашей стране красная книга это не книга для чтения а документ закон виды растений животных занесенные в красную книгу признаются всемирным достоянием и находятся под защитой государства и так повторим главное биосфера это область распространения жизни охватывающая верхнюю часть литосферы нижнюю часть атмосферы и всю гидросферу в результате хозяйственной деятельности разнообразие растительного и животного мира планеты быстро сокращается необходимы срочные меры по охране природы земли большую роль в охране дикой природы играют заповедники заказники национальные парки и зоопарки а теперь проверим наши знания учение о биосфере создал а это сфер б ламарк в зюз г вернацки второй вопрос какие организмы появились раньше а бактерии б животные в растения г грибы третий вопрос какой из перечисленных царств живой природы обладает наибольшим видовым разнообразием а царство бактерий б царство растений в царство животных г царство грибов четвертый вопрос какое утверждение границах биосферы верно а организмы населяют всю толщу атмосферы гидросферы и литосферы б заселены только гидросфера и литосфера в заселена вся гидросфера г заселена только верхняя часть литосферы и нижняя часть атмосферы и пятый вопрос как называется документ в которой занесены исчезающие виды растений и животных а зеленая книга б красная книга в синяя книга Г. Желтая книга. Ребята, свои ответы вы можете отправить вашему учителю. На этом наш урок окончен. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok